Сотрудники спецсона Костанайской области провели информационную акцию. Они рассказали жителям о том, как можно воспользоваться и получить госуслуги, не выходя из дома. Об этом пишет региональный источник Костанайские новости. Если в городах население уже активно пользуется услугами онлайн, то на селе мало кто знает о существовании электронно-цифровой подписи. Предлагаю послушать цитату из этой статьи. Сотрудники спецсона и получить свидетельство о регистрации и номерные знаки. Проблема нехватки врачей в медицинских учреждениях страны решится в течение ближайших двух лет, говорит казахстанская правда. Особенно остро дефицит квалифицированных кадров ощущается на селе, а это в свою очередь сказывается на качестве оказываемой медпомощи. Проблему дефицита кадров решаем. Будет отработка для студентов медицинских вузов в течение трех лет. У нас в этом году почти 6 тысяч выпускников медицинских вузов, резидентов, магистрантов, которые обучились за счет государства. Будем направлять их на отработку в те организации, где есть дефицит. В Алматы прошла ярмарка детей предпринимателей. Родители дали возможность детям самостоятельно заработать, пишут в газете «Время». Юные бизнесмены предлагали покупателям приобрести картины, украшения и другие предметы, сделанные собственноручно. Делали даже аквагрим и учили прохожих собирать кубик Рубика. Ну а 10% от всей выручки школьники решили передать в фонд «Добрых дел» на приют для бездомных животных. Вот такая новость. Вера, у меня на этом все. О других интересных событиях я расскажу в следующем эфире. Будем ждать. Спасибо, Зайра. Это был Хабзов Пресса от Зары Джакуповой. А мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok